Вот такие инструменты для электроники я покажу вам в этом видео. Всем привет! Наверняка вы задавались вопросом, какой инструмент необходим для работы в мастерской по ремонту электроники. Может показаться, что достаточно отверток и паяльника, но это далеко не так. Сейчас я вам покажу 12 инструментов, которые нужны электронщикам. Они проверены временем и опытными мастерами. Приятного просмотра! Домашний набор инструментов из 100 штук WorkPro. Полный набор всевозможных отверток с магнитными наконечниками в удобном и практичном держателе. Для облегчения поиска нужного инструмента на торце рукоятки нанесена маркировка. Держатели из прочного пластика обеспечивают компактное хранение большого количества инструмента на относительно малой площади. Также пользователи отмечают удобство прорезиненных рукоятей отверток и довольно высокое качество стали, из которой изготовлены стержни, наконечники и биты. Также в набор включены съемные головки. Нож-скальпель изготовлен полностью из металла. Он имеет очень острые лезвия и предназначен для аккуратной и точной резки бумаги и картона. Также его можно использовать для резки пластиковых, резиновых и даже деревянных деталей по процессе построения масштабных моделей. Рифление на корпусе ножа препятствует скольжению пальцев. Благодаря цанговому зажиму лезвие надежно крепится к ручке. Это позволяет прилагать существенные усилия и резать достаточно твердые материалы. В комплекте со скальпелем в небольшом пластиковом пенале поставляется еще 5 сменных лезвий. Такого запаса обычно достаточно на несколько лет, в зависимости от цели использования. Дозаторы для очищающих жидкостей. Емкость для дозирования расхода жидкости позволяет более экономично использовать дезинфицирующие средства, жидкости для снятия лака и липкого слоя и обезжиривателя. Также помогает сэкономить время при различных процедурах, больше не нужно открывать и закрывать емкости. Жидкость всегда доступна для использования, но при этом закрыта и не испаряется. На самом деле необходимо несколько. Для спирта изопропилового, для обычной воды и еще для какой-нибудь жижи. Дозировка по нажатию щеткой на крышке. Дозатор для паяльной пасты используется для более удобного и точного дозирования из шприца, к примеру, флюсов и термопаст. Имеет облегченную конструкцию и обеспечивает превосходный контроль дозирования материалов с высокой и средней вязкостью. Дозатор выполнен из формованного полипропилена, совместимого с широким диапазоном клеев, материалов для уплотнения, эпоксидных материалов паст и смазок, что исключает риск их химического загрязнения. Эргономичная рукоятка уменьшает усталость операторов во время работы. Конструкция дозатора позволяет легко установить шток, то есть толкатель, и быстро сменить картридж. Баночка со шприцевой иглой. В комплекте присутствует набор игольчатых насадок с разными диаметральными характеристиками. Пластик достаточно мягкий, и с выдавливанием нужной пропорции проблем не будет, хотя спирт сам по себе более текуч по сравнению с водой. Все же иногда необходимо поднажать для выхода мелких закупорок СКР, а эти закупорки имеют место быть. Лечится простым встряхиванием. Закупорка смачивается спиртом и растворяется. Антистатическая щетка предназначена для очистки от загрязнения поверхности электронных плат и микросхем в компьютере, телефоне, планшете и любой другой электронной технике. Щетка с антистатическим эффектом подавляет накопление на ворсинках статического заряда, который может навредить или вовсе вывести из строя некоторые электронные компоненты. Для достижения такого эффекта используется синтетическое волокно. Такая кисточка имеет ширину в 30 мм и разделена на маленькие участки. Оптимальная ширина и конструкция позволяют эффективно очистить от пыли поверхность микросхем и системных плат внутри компьютера и ноутбука. Ручка легкая и удобная, есть место для захвата. Супер паяльная станция компрессорного типа с двумя электронными LCD дисплеями, возможностью плавной регулировки температуры, как фена, так и жала и силы потока воздуха, возможностью использовать насадки сопла диаметром уже от 2 мм, без риска спалить прибор, а также возможностью смены жал. Такая паяльная станция идеально подходит не только для монтажа-демонтажа SMD, SOIC, CHIP, QFP, PALACC, BGI и других температурно-чувствительных компонентов, пайки электрических схем, кабелей, а и очень эффективно используется для пайки пластика при помощи пластмассовых прутков. Источник напряжения с максимальным напряжением 30 Вольт и током в 5 Ампер применяется для подачи питания устройству с настраиваемыми параметрами напряжения и тока. К примеру, для проверки работы материнской платы ноутбука необходимо напряжение около 19 Вольт, для мобильного телефона около 5 Вольт, также для другой электроники, которая зачастую требует 12 Вольт входного напряжения. Источник напряжения оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно использовать его на больших нагрузках. При замыкании плюсового и минусового проводов блок стабилизирует ток и позволяет установить нужную силу тока. Отлично подходит для запуска ноутбуков, смартфонов, планшетов и телефонов без аккумулятора. Может быть использован источником питания для гальваники. Большой трансформатор обеспечивает надежную работу при длительных нагрузках. Имеет широкие возможности для проведения лабораторных опытов. Осциллограф, сочетающий в себе хорошие технические характеристики, функциональность, небольшую цену и надежность, что сделало его одним из самых популярных осциллографов на сегодня. Осциллограф применяют в наладке электронных линий, проверке функционирования электронных схем, проверке логистических взаимосвязей сигналов, а также в образовании и технических тренингах, и еще во многих галузях. Цифровой лабораторный микроскоп. Это качественный промышленный микроскоп с большим 5-дюймовым экраном. Микроскоп выполнен из качественного пластика. Держатель выполнен из алюминиевого сплава. Микроскоп имеет достаточно большие размеры и высоту в 17 см. Благодаря этому рабочее пространство удобно и эргономично. Также для лучшей видимости микроскоп имеет 2 LED-лампы и 8 светодиодов. Благодаря этому достигается максимальная точность и яркость. Благодаря тому, что микроскоп имеет двухстороннюю настройку фокусного расстояния, вы сможете работать как левой, так и правой рукой. В комплекте с микроскопом идет пульт дистанционного управления. С его помощью вы сможете фотографировать, вести видеозапись, а также увеличивать или уменьшать масштаб, яркость, контрастность и выбирать другие функции. Данный лабораторный микроскоп имеет 3-мегапиксельную матрицу. Также есть поддержка HDMI. Благодаря такой функции, как UF-фильтр, объектив будет защищен от излишней пыли или тепла, которые могут повредить объектив во время работы с паяльником. UF-фильтр существенно увеличивает четкость. Самый популярный универсальный программатор предназначен как для профессиональных СТО, специализирующихся на работах по чип-тюнингу, работе с иммобилайзерами, приборными панелями и восстановлению подушек безопасности, так и для работы с микроконтроллерами в других областях, например, компьютерной технике, мобильных технологиях и других областях электроники. Эта версия поставляется с полнофункциональным ICSP-разъемом и в полной мере поддерживает этот протокол. Качественный профессиональный USB-программатор с широким покрытием микросхем идет в комплекте с ПО, работающим под любую систему Windows, как 32, так и 64 бита. Программатор полностью автоматический. Не нужно переключать ни перемычек, ни кнопок, так как их нет. Программатор все делает автоматически. Благодаря своему широкому покрытию поддерживаемых микросхем Mini Pro может использоваться практически в любой области электроники, начиная от простых устройств и заканчивая сложными системами, используемыми, например, в современных автомобильных агрегатах, блоках управления различных электрических схем. Одним из важных преимуществ является то, что рабочие напряжения VPP и VCC полностью контролируются программным обеспечиванием. А еще колебания напряжения минимальны благодаря многоуровневому LS-фильтру. 3D принтер поможет вам в восстановлении отломанной части корпуса принтера, без которой он не работает, если это концевик для определения наличия бумаги к принтеру. А чтобы не простаивал, можно его занять платным изготовлением разных 3D моделей под заказ. Это новая модель высокоточного 3D принтера с жестким корпусом, выполненного из стали. Поставляется на 90% в собранном виде. Окончательная сборка займет не более 15 минут. Благодаря наличию подогреваемой платформы, данный 3D принтер печатает пластиками ABS, PLA, HIPS, ABS+, и прочими материалами качественно и с высокой скоростью. Толщина слоя начинается от 50 микрон, что позволит печатать достаточно точные изделия. Отличительные особенности данного принтера – это очень качественная сборка, отсутствие люфтов, более высокая точность печати, термостойкое боросиликатное стекло дает отличную акдезию. Не нужно наносить клей и тому подобные материалы для удержания первых слоев. Шаговые двигатели работают практически без шума. В нем качественные драйвера. Осутствуют пропуски шагов на высокой скорости печати. Корректно работает функция приостановки и возобновления печати. Комплектуется дополнительным экструдером. В комплекте есть запасной консвой выключатель. Что скажете насчет этих инструментов? Подравилась вам подборка? Она будет для вас полезной. Пишите об этом в комментариях. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо всем, кто ставит лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересных и полезных роликов. А если вы уже подписаны, то нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok